Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Депутат от КПРФ Николай Рябов предлагает увеличить подоходный налог с 13 до 16 процентов. И сделать это, по его мнению, надо уже в следующем году. По его мнению, в России крайне высокая дифференциация доходов и 10 процентов населения имеют самые высокие доходы, которые многократно превышающие низкие доходы. Рябов предлагает ввести прогрессивный налог. Такое уже действовало в стране с 1992 по 2000 год. И, кстати, дело ничем хорошим не закончилось. А чтобы избежать уклонения от уплаты налогов Николай, Рябов предлагает просто повысить нынешнюю единую ставку подоходного налога на 3 процента. А параллельно для компенсации потерь малоимущих освободить от налогообложения доходы, равные минимальному размеру оплаты труда, а это 6 тысяч рублей в месяц. Очевидны две вещи. Первое. Гражданин Рябов, похоже, плохо представляет, как люди в России живут настолько оторвался от реальности. Тем, кто голосовал за Рябова, надо бы серьезно подумать на своим проступкам. Это второй пункт. 4,5 миллиарда рублей выделят ипотечным заемщикам, оказавшимся в критической ситуации. Государство поможет реструктуризировать кредиты через агентство по ипотечному жилищному кредитованию. На получение помощи смогут претендовать заемщики, у которых размер ежемесячного дохода, включая членов семьи, за вычетом платежа по ипотечному кредиту, деленного на количество проживающих с ним родственников, окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума. Есть и еще некоторые требования по площади и стоимости жилья. Число российских туристов, посетивших Эстонию в январе нынешнего года, сократилось более чем на 21 тысячу человек или на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает департамент статистики страны. Из-за этого Эстония в 2015 году может потерять более 50 миллионов евро. Зато Эстония исправно голосует за санкции. Очевидно, это выгодно. Российский фондовый рынок открыл неделю снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1624 пункта. Аутсайдеры – Мичел, Фармстандарт, КАМАЗ, Сбербанк и Мегафон. Среди лидеров роста – Полиметал, Фосагра, Яндекс и Алроса. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в отрицательной зоне. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная, нефтяные котировки снижаются. Курс доллара на 16 марта – 61,31 рубля, 31 копейка. Курс евро – 64,96 рубля. Золото стоит 2279 рублей за грамм. Серебро стоит 30,91 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 54,59 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!